добрый вечер с вами снова я марина морлок всем привет вечер вторника я пришла с работы ну все как было так и осталось естественно игру мы уже из-за этого из-за этого ремонта мы уже чуть не переругались дрызг с дядей русланом потому что нихрена не делается и я понимаю что мне нужно нанимать наемных перцев вчера пригласили сантехника святого техника естественно платного уже потому что мы поняли что от бесплатного сантехника не должно ничего и бесплатный платный сантехник хочет гонорар от 30000 это только за установку труб унитаза и фартук над ванной и пол сама ванна будет дополнительно оплачиваться и в общем я понимаю что мне придется последний подкожные денежные средства доставать и пердых и не смогу я с работы уволиться опять собственно потому что у меня вообще никаких денег нет так у меня лежал там заначки на самый черный черный день 30 тысяч но черный день настал он настал после того как дядя руслан раз фигачил ванную вот и это вот такое вот все стало почему-то прошлый мой видос была снята монетизация непонятно в общем ванна сейчас выглядит вот так вот да раньше поплескивается вот так вот выглядит ванная надо еще как минимум 40 тыр отдать за то чтобы сделали пол унитаз нормальный и немножко плиточки над ванной чтобы можно было снять целлофан и хотя бы помыться потому что голову нормально ну и конечно вот эти вот трубы шедевральные заменить но все равно часть труб которые вот эти вот общие дымовые коммуникации они все равно останутся шедевральными потому что блин никто менять их не собирается хотя деньги за капремонт взымаются регулярно не забывают взымать в общем вот так вот я выгляжу вот тут вот кот меня встречает кстати в этой коробке лежит кухонный стол который все никак не соберем потому что очень все завалено на кухне там не до нового стола ладно ребят час у меня будут покупочки мои покупочки из магазина короче магнит я сегодня зашла в магнит магнит манит из магазина сыр да масло я что-то купила в пятерочке картошку и она мне так не понравилось что я решила все-таки по возможности избегать покупок из пятерочки и решила перейти на белорусские товары мне стали что они очень вкусные я купила на завтрак себе творог холодный такой короче творог зерненый белорусский славянские традиции произведено в белоруссии сто процентов я просто уже знаете тоже вот у меня такой вот какой-то вот странное чувство я вроде бы живу в россии да я родилась в россии живу в россии но почему-то когда мне хочется чего-то качественного себе купить я покупаю белорусские продукты и причем они стоят самое интересное хотя они как бы зарубежные привозных надо же они изготовлены в белоруссии сто процентов произведено в белоруссии их надо привести еще в россию то есть еще денег потратить на их транспортировку и все равно они стоят тот же самый творог зерненый стоит дешевле чем российский тот же самый творог простоквашина там или этот карат я люблю типа сыр в общем я посмотрю завтра попробую обезжиренное молоко с использованием бактериальной закваски уплотнителя хлорида кальция фермента противосвязывающая добавка ну да все какие-то добавки без добавления растительных ну хоть без пальмы ядрового масла я надеюсь очень вот такой вот творог зерненый был мною приобретен завтра его на завтрак съем еще я купила мне сказали что я говорю я хочу сыра адыгейского не горит что адыгейского сыра в белоруссии не производят но там есть какой-то еще творог он да вот это дорогой что с чем-то рублей гост пакет сразу летел творог пластовой стопроцентное качество из свежего молока гост мне кажется если белорусский гост то там вроде бы еще соблюдается этом гост очень я сегодня попробую меня будет даже потом позже ему бэнк я скажу вам что за творог вкусен ли он но я уже хочу кушать больше вот этот творог я на ужин попробую мне сказали что он лучше чем адыгейский сыр сейчас я даже прочитаю состав обезжиренное молоко цельное молоко закваска на основе микроорганизмов молочных возможно незначительная отделение сыворотки содержит микроорганизмов наконец не менее ббб а московская не смотри это не белорусская это даже смотрите московской о чистой пруды московскую область на рафа минский район деревня ястребова улица березовая изготовлена по заказу торговой сети сыр да масло вот так вот годен в течение семи суток вот такие вот дела оказывается а я думал что это белорусский но вот попробую хоть буду знать потому что что-то эти продукты из пятерочки меня как-то вообще уже не вштырит от них просто вот но это еще для котов форм развесной нормальными уже стали я покупала это как он забыл как называется форм премиум класса про план вот уже купаю еще купила белорусский паштет я не знаю белорусский нет или какой паштет домашний печень шпик морковь лук масло сливочным вчера при температуре минус 18 30 суток или 10 суток в общем паштет еще буду были сейчас я уже кушать хочу сейчас буду пробовать ну и это уже я решил догнаться так сказать сейчас свет выключен это нагарает свет догнаться из магнита продуктами добиться скажем так человек купил магните ну там естественно я купила то на что впоследствии будет намазываться паштет то есть булочку хлеба булочное изделие завтра на завтрак вот паштетом наверное съем бублик он какой-то твердый купеческий бублик купеческий булочка фигулочка так и какие-то макароны короче какая-то лапша царь российская домашняя лапша удон удон короче говоря такая вот аля то аля все под японскую закос японскую лапшу ну в тарелку так агетично смотрится думаю наверно с куриным супом это лапша наверно будет в курином бульоне хорошо очень плавать что так чувствую скоро я опять куплю синего куренка питерского ну как обычно я покупаю и будет он у меня плыть по течению короче говоря вот вышла на работу уже устал еще я купила три йогурта натуральный состав манго питьевой это чтобы на работу с собой брать потому что пока я доеду до работы я дико хочу жрать правда иногда там бабушка ходит по электричке которая продает пирожки горят горячие пирожки там с сосисочкой с пиписочкой и у него в принципе нормальные пирожки я вот сколько ездишь же уже на работу это с 2010 года получается езжу на работу я периодически вижу эту бабульку как она с тележкой тащится через все вагоны и продает эти пирожки я у нее эти пирожки покупала они да вкусненькие но они такие жирненькие то есть это не печеные пирожки а вареные в масле они такие жирненькие и после них руки жирненькие и я боюсь сама что я после этих пирожков стану жирненькая сама как этот пирожок и поэтому я стараюсь конечно как-то как-никак воздерживаться вот в общем и пакетик у меня пригодился вот такие вот у меня продукты питания но это как-то не очень дорого почему-то в пятерочке у меня гораздо дороже ну там я обычно и больше завтаривалась вот а тут получилось принципе так как тут хлеб паштет ну как хлеб творог паштет все такое именно питательное вот и вышло не особо дорого у меня еще осталось хотел сказать вы зелень у меня остался сельдерей 1 картошка в большой кастрюле какие-то соленья одна единственная лежит надо вытащить ее отсюда в пятерочке покупалась картошка половина гнилая получилось больше не доверяю это пятерочки терочки глаз да глаз вообще такие вот дела у меня туалетная бумага в общем я надо сейчас буду кушать и буду вам рассказывать новости так что у меня наверно сейчас будет мукбэнк створом так что идите спасибо всем кто меня смотрел такой вот мой холодильник там селедка осталась уже срок годности увезти у него надо быть шкаловки я редко ем но ем молочело пила молоко потом живот болел то что на подоконнике ну соки это руслан любит но мы с ним последнее время ссоримся сильно из-за ремонта из-за того что меня задолбали такие отношения у меня такое впечатление что реально вот он считает что я я считаю что я в отношениях он считает что он не в отношениях что он так как-то вот так вот в общем как бы со временем и желают себя отношению очень но такие вот покупки продуктов у меня на сегодня пойду я кушать потому что я уже жрать спасибо всем кто меня смотрел с вами была марина морлок всем счастливо подписывайтесь на мой канал смотрите ребята рекламу ставьте лайки или дизлайки от учета у меня доход уже падает прям прям аж печалька в общем спасибо всем кто меня смотрел всем счастливы и пока пока покидосик кстати появился снова вышел в эфир илья лебедь он изменился и стал другим человеком вот интересно надолго ли его затронули перемены вот так что встречайте снова на арене илья лебедь основа на него смотрю и прям заряжаюсь оптимизмом и у меня повышается прям через свое чувство собственной важности и значимости такие вот дела очень с вами была марина морлок всем счастливо пока кто пришел сапать продукты надо пора его продавать на авито за сраной лапкой чёхает тут нельзя кокс нельзя какой длинно код все достаёт до кокс ну ладно всем спасибо всем счастливо пора убирать я так чувствую пока пока